Итак, давайте перейдем к шестому дню, к 26 стиху. И Бог сказал, «Бог сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему». Что это означает? Образ и подобие. Какой Бог? И существует несколько моментов, которые мы можем почерпнуть из этого. Люди говорят, что Бог может мыслить, у него есть способность к мышлению, рационализм. Также способность принимать решения, также владычествовать, руководить чувства, его личность. И поэтому идея личности Бога это отражение Бога. И мы должны выяснить одно. Для того, чтобы сказать, «Мы человек, мы личность, мы можем быть личностью». И Бог является личностью. Это истина, но любое то качество, которым обладает человек, тем же качеством обладает Бог, но это будет в такой невероятной степени по своему объему, размеру. И в сравнении с этим мы обладаем только лишь небольшой частицей. И мы, как Бог. И основная идея, которая содержится здесь, в том, что наши первостепенные взаимоотношения, и наш основной фокус должен быть на Боге, и не на творении. Знаете ли вы, что 96% ДНК, молекулы ДНК у нас совпадают с ДНК шимпанзе? Как вам это нравится? То есть, как бы вы что, на 96% являетесь с обезьяной? Конечно, мы обладаем 28% ДНК с даподилом. Ну, это понятно. Любое живое создание живет и находит свой источник в том же самом окружении, окружающей среде. Поэтому будет всегда определенная степень похожести, схожести. Но это последний небольшой кусочек, когда Бог говорит, что Он вдохнул в нас Своё дыхание, и мы стали живой душой. И мы созданы из праха Земли. Мы принадлежим этому творению. Но также мы принадлежим Богу. Мы от Бога. Таким образом, что только мы являемся такими, и ни одно из других творений на Земле. И Бог говорит, чтобы человек владычествовал над другими созданиями на Земле. А что это значит? Это похоже на библейский стих. Кому много дано, с того много потребуется. Мы должны использовать земное, но с ответственностью, с определенной степенью ответственности по отношению к этому. А в чём человеческое создание не очень хорошо справлялось? Если вы подумаете, представите себя как сотворённого по образу Бога, когда Бог творит что-то, то в своём разуме Он уже думает о том, чтобы хорошо к этому относиться, и заботиться в соответствии с Его целью. Мужчину и женщину Он сотворил их. Затем Бог благословил их. Это второй раз, когда используется слово благословение. В втором стихе говорится, что благословил Бог то, что было создано к пятому дню. В пятый день. Now, this idea of blessing makes us think of what was the purpose of creation. Приводит нас к цели творения. Какова же цель творения? И существует несколько причин, которые мы можем выделить. Первый, такой ветхий очень ответ. Всё, что создал Бог для Своей славы. И это, конечно, правда. Ещё что-то происходит в этом. В третьей главе мы встречаемся с змеем. И мы узнаем, что не всё творение находится в идеальной гармонии с Богом. И намного позже в Библии мы читаем и увидим идею духовной войны. Хасатан. Хасатан. И ангелов, которые обратились против Бога. И поэтому мы понимаем, что земля является ареной духовных боевых действий. И прежде создания человека во Вселенной произошёл бунт. И создание человека становится ареной, где происходит эта война. И это не очень счастливая идея. Идея не приносит это счастье. Но это часть реальности, не так ли? Я думаю, что конечная цель Бога, окончательная цель Бога можно увидеть в этом слове «благословил». Когда Бог возжелал создать что-то за пределами Себя. И таким образом Он проявил полноту Своей любви и доброты. И слово «благословение» указывает на полноту благости Бога к чему-то. И там говорится, что Бог благословил их. Это означает, что Он выразил Своё желание желание в том, что Он создал то, что Он создал, испытает полноту Его благости, Его доброты. И поэтому это является целью Божьего творения. И также это Его цель для нас. И как в третьей главе у нас возникают проблемы с тем, чтобы испытывать эту полноту Божьего благословения. Но мы дойдем туда через пару минут. В 28 стихе «Оплодитесь, размножайтесь и наполняйте землю». И владычествуйте над всеми. И как в 29 стихе сказано, что первоначально Бог дал нам семя, плоды, каждого растения в пищу. После потопа Бог говорит, что можно теперь есть животных. Почему такая разница? Есть одна теория, которому есть некоторые геологические подтверждения. Что первоначально вся земля была похожа на одну большую теплицу. Что над землей существовал водяной слой, и в любом месте на земле вы могли бы выращивать все, что угодно. И то, что росло ближе к моменту творения. И они не подвергались как бы вредящим лучам Солнца, ультрафиолетовым лучам. И в том содержалось намного больше питательных веществ. И, возможно, это одна из причин, по которой у людей была такая долгая продолжительность жизни до потопа. Когда позже мы читаем о потопе, как говорится, что небеса, небо, оно раскрылось и упало. Поэтому это может означать следующее, что вся та влага, вся та вода, которая была в атмосфере первозданной земли, упала на землю. И это позволило тому, чтобы Солнце влияло уже на землю по-другому. И означает, что некоторые места на земле теперь стали сухими, засушливыми, и теперь не производили так много плодов, как это было ранее. И в Америке были проведены исследования о той полезной питательной ценности, которую мы извлекаем из еды. И они проводят исследования через каждые десять лет. И они выяснили, что теперь мы не получаем такой же питательной ценности из той же еды, которую мы кушаем, но как бы раньше можно было намного больше получить. Возможно, это не относится ко всем районам, регионам. Возможно, это больше относится к тем методам фермерства, которые используются в Америке. Но я думаю, что это одна из причин, по которой Бог дал шабатный год Израилю. Поскольку, когда вы выращиваете какие-то плоды, то это обедняет землю, истощает. Но если вы даете ей отдых в течение года, то у нее появляется возможность воссоздать себя, обновиться. Более того, существуют более интенсивные методы фермерства, которые могут намного быстрее истощить почву. И это более приемлемо в Америке, более распространено в Америке. Когда существует огромный агробизнес. Огромные корпорации, которые обрабатывают миллионы агров земли. И они должны использовать намного больше удобрений в почве для того, чтобы... И я думаю, что это одно из объяснений, которые мы можем дать. Последний стих. Последний стих. 31 стих первой главы. Увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма. До того времени Бог называл все Тов. Но завершение всего Тов Ма Од, или очень хорошо. Затем вторая глава. Говорит о седьмом дне. Когда Бог отдыхает. Он благословил и осветил седьмой день. В этом заключены две идеи. Благословение и освящение. Благословение означает, что в этом дне Бог заключает особую благость. Но также оно освящено или отделено для определенной цели. Но я думаю, что идея благословения и освящения с седьмого дня это больше, чем просто этот седьмой день. Это идея освящения времени. Бог существует в безвременном пространстве, там, где нет времени. Его время не контролирует. Время – это то, что Бог создал. Мы живем во времени. Мы живем в период начало, конец и история между этими периодами. Что называется как континуум временного пространства. И время иногда может очень разочаровывать. Иногда мы чувствуем себя, как будто у нас не хватает времени, чтобы сделать то, что мы хотим. Или же у нас недостаточно будет времени отведено на нашу жизнь, чтобы завершить то, что мы хотим. Или же, может быть, иногда мы ненавидим смотреть на эти стрелки часов, которые заставляют нас отойти. Ты должен быть в определенном месте, в определенное время. Некоторым людям нравится опаздывать. Они ненавидят часы. А некоторым людям часы нравятся. В нашей общине в Клейвленде есть одна женщина родом из Аргентины. И южноамериканцы думают о времени очень растянуто. И каждый раз, когда я приходилось сталкиваться с очень-очень пунктуальными людьми. Она говорит, о, они просто немцы. Какие-то немцы. Это как бы самое худшее слово, которое можно было назвать этих людей. Как я говорил ранее, я живу в Майами. На две трети Майами состоит из испаноговорящих людей. Как бы очень, как бы, кубинцы. Есть корни в Кубе. Но также с очень огромным южноамериканским влиянием. Поэтому мне нравится говорить, что я живу в Маньяна. Знаете, что такое Маньяна? Завтра. На испанском. Когда ты это сделаешь? Завтра. Поэтому, когда завтра становится сегодня, когда ты это сделаешь? Завтра. Маньяна. Никакой спешки. И я наблюдаю за людьми, которые строят в Майами. Они приходят к 9 часам утра. Медленно входят на работу. Делают пару дел. А затем проезжает мимо машина с едой, которая продает еду. Припарковывается рядом. Все уходят с того здания, где они работают. И проводят свою утреннюю трапезу. Затем они возвращаются еще часик, работают. Приходит обед. Время обеда. И затем вечер. Однажды я наблюдал за тем, как строят это одно здание. Я думал, пойду поговорю с владельцем этого здания. И я ему скажу, что я смогу вдвое сократить все его издержки на рабочую силу. Все, что нужно сделать, это заставить людей работать 6-7 часов в день, а не 3-4 часа в день. Но что же можно сделать? Это культура такая. Поэтому каждый относится ко времени по-разному. И мы находимся во времени. Иногда некоторые верующие говорят, как бы я хотел, чтобы я сейчас был этим вечным, во вечности жил. Но Бог создал нас во времени. Это Его благословение. Он благословил идею времени. Поэтому мы знаем, что у нас есть определенное количество времени для завершения чего-то. Он хочет, чтобы мы работали. Как во второй главе говорится, Бог поместил Адама в саду для работы. И также Он хочет, чтобы мы понимали, что это не связано только с одной идеей работы. В некоторых древних цивилизациях. В частности, римляне. Некоторые антисемитские писатели говорят, что евреи – ленивый народ. Они настаивают на том, чтобы не работать один из семи дней. Но Бог знает, что Он делает. Восьмой стих второй главы – Бог поместил человека в саду. И Насадил Господь Бог Рай в Эдеме на востоке и поместил там человека, которого создал. И произвестил Господь Бог из земли всякое дерево, приятное на вид и хорошее для пищи. Только подумайте об этом утверждении. Что это может сказать о благости Бога? Приятное на вид и хорошее для пищи. Подумайте об этой идее, что пища может быть приятная на вид, она привлекательна для нас и на все наши органы чувств. Я думаю, что что-то произошло, когда я был еще маленький. Это какое-то разграничение, какой-то разрыв. Потому что я всегда перебирал всем. И даже сейчас есть очень много еды, которую я не люблю кушать. Когда я посмотрю на что-то и мне не нравится, как оно выглядит, то я даже не попытаюсь попробовать на вкус это. Даже не просите меня попробовать это. Например, брокколи. Брокколи должна быть очень хорошая для вашего здоровья, очень полезная для вашего тела. Для меня это похоже на зеленые мозги. Затем еще одно дерево мы видим. История о двух деревьях. Каждая идея в книге Бытия похожа на семя, которое потом произрастет во всей Библии. И мы можем сказать, что история человеческой жизни – это история двух деревьев. Дерево жизни. Или дерево познания добра и зла. Мы можем есть то дерево, которое приносит жизнь. Или же другого дерева. И мы поговорим об этом втором дереве. Сколько мы не должны кушать от этого дерева. Поэтому существует что-то, что очень хорошо выглядит. Но это не хорошо для нас. Затем говорится о реке и о четырех реках, которые выходят от нее. И в семнадцатом стихе И Бог говорит, от всякого дерева кушай, от дерева познания добра не ешь, иначе ты умрешь. Затем Бог говорит, нехорошо быть человеку одному. Он приводит животных к Адаму, чтобы он назвал их. У раввинов есть такая идея. Когда Адам давал имена животным, Он не просто так себе придумал в уме какой-то набор звуков. Но он смог постигнуть внутреннюю природу каждого животного. И он давал имена, которые очень хорошо, очень детально описывали этого животного. Ни один из этих животных не смог бы быть помощником Адаму. И в двадцать первом стихе И навел Господь Бог на человека, на Адама крепкий сон. Взял его ребро, закрыл то место плоти И сотворил женщину. И Адам сказал, вот это кость от костей Моих, плоть от плоти Моей. Она будет называться женой, ибо взята от мужа. Если вы просто прочтете его слова, То такое чувство создается, как будто это безэмоциональные такие плоские как бы слова. Но много лет назад я слышал одно объяснение. Что это так, но немного больше. Да, это кость от моих костей, плоть от Моей плоти. И существует еще одно не такое очевидное объяснение. Как бы он проснулся и обнаружил очень интересный сюрприз. Я уверен, что первый мужчина После того, как насмотревшись на гиппопотанов, шимпанзе и других животных. Когда он увидел того, которого Бог предназначил, сотворил для него. Он был очень счастливым парнем. И, конечно, на каждой еврейской свадьбе О чем мы говорим? Одна из вещей. Кто был первым создателем пары? Это Хашем. И если Хашем создателем пары, Тогда будет все хорошо. Да, спасибо. Спасибо. В 25 стихе Муж и жена были наги и не стыдились. Представьте Какой промежуток времени они находились в таком состоянии. Но очевидно, что это не было так уж долго. Чтобы существовать в таком состоянии, когда нет никакого греха. И только совершенства. Жить в совершенном мире. И иметь совершенные взаимоотношения. И раввины говорят о создании женщины. Они говорят, что Бог создал женщину не из головы мужчины, чтобы он не правил над ней. Затем они что-то говорят о ногах. Они создали из ноги. Но из его ребра, которые близок к сердцу. Чтобы она была рядом с ним, близка к ему. Но мы увидим через пару минут, что это не длилось долго. И в 3 стихе, что змей был хитрее всех зверей полевых. Вы все знаете, что такое герменевтика? Это принципы толкования. И один принцип герменевтики называется закон первого упоминания. Это значит, что самый первый раз, когда упоминается какой-то принцип в Библии. Это дает понимание, каким образом этот принцип или этот человек будет действовать и функционировать далее. Поэтому вот мы видим змея. И мы видим, что он самый хитрый. И дьяволу нужно дать им должное. Он очень хорошо справляется со своей работой. Это понимаете? Первый раз, когда мы видим его. Его пути хитрее, чем наши. Умнее. И это было уже, когда мы были сотворены. И он работал и учился новому на протяжении тысячи лет. Даже в то время, когда мы думаем, что мы умнее, чем он. Это то время, когда мы уже находимся в большой проблеме. То, что страх Божий хранит нас от злого. Самоуверенность – это противоположность. И он видит Еву. И говорит, «Разве Бог говорил тебе, чтобы вам не есть от этого дерева добра и зла?» Как он действует? Это не вопрос. Это обвинение было. Для того, чтобы смутить. Правда? Потому что Бог не говорил, не кушайте от всех деревьев. И поэтому, что она делает? Она отвечает. Она говорит, «Нет, мы можем плоды из всех деревьев есть, кроме этого». И что к этому мы не должны прикасаться, не есть с Него, иначе мы умрем. А откуда же появилась «не прикасайтесь» фраза «не прикасайтесь»? Пришла ли эта фраза от Бога? Теоретически это возможно. То, что раньше мы этого не видим, но, возможно, Бог это сказал Еве. Или, возможно, Адам сказал это Еве. Но, в любом случае, это то, о чем она думает, то, как она думает. И у раввинов есть одна история. Что сделал змей? Он использует эту неправильную информацию. И подвел Еву к дереву. Поэтому она прикоснулась к дереву. И он сказал, «Видишь, ты же не умерла». Поэтому ты можешь и кушать с дерева. И она кушала. Я не думаю, что так произошло. Но раввины хотят донести суть. И это часть их философии в развитии халахи. Что существует определенная заповедь. Также нужно построить забор вокруг заповеди. Чтобы не подойти к этой заповеди и не разрушить ее. И из-за того, что существует так много ограничений, которые возведены вокруг. И вы настолько сфокусированы на том, чтобы выполнить все эти ограничения. Так что вы никогда не подойдете вплотную к заповеди, чтобы разбить ее, разрушить, нарушить. И что бы произошло, если бы Адам построил забор вокруг дерева? Чтобы жена его не подошла. Она бы сказала, «Ты что, не доверяешь мне?» «Ты что думаешь, что ты умнее всех?» Но я не знаю, не знаю. Это, может быть, произошло с некоторыми семьями. Затем у сатаны возникает не полуправда, а полностью ложь. Вы не умрете. Бог не хочет, чтобы у вас это было. Потому что он знает, что вы станете мудрыми. Ваши глаза откроются. Вы будете знать, что такое добро и что такое зло. Что это означает? Разве они не знали, что такое зло и что такое добро ранее? Нет. Они это не знали практически на своем опыте. Все, что они знали, это Бог. Он был их исключительным как бы в их жизни. В любой информации, в которой они нуждались в указаниях, наставлениях. И поэтому сатана говорит, вы можете знать, что такое добро и что такое зло. А на самом деле он говорит, вы можете стать сами себе богами, сами себе властью. Вам не обязательно слушать Бога. И мы можем с разных сторон посмотреть на такое искушение. Первый способ – это просто бунтарство. Зачем вам вообще слушать Его? Станьте сами себе боссом. Правда? Но есть еще второй способ посмотреть на эту ситуацию. Ну да, Бог хочет, чтобы у вас это было. Он хочет, чтобы вы росли. Он хочет, чтобы вы все, что можно только испытали в жизни. И принимали свои решения, сами принимали решения. Но что бы женщина не думала. Все-таки сатана достиг успеха. Она посмотрела на это. Что говорится в первом послании Иоанна? Пухоть плоти, пухоть очей, гордость житейская. Так? Знаете это? Хорошо. Что говорится здесь? Тут сказано, приятно для глаз, вожделенно, потому что дает знания. Хорошо для пищи. Пухоть плоти, пухоть очей и гордость жизни. Искушения никогда не изменяются. У них остаются одни и те же качества. И каждое искушение, через которое вы проходите, оно направлено к одному из этих или к нескольким качествам. Поэтому она ела, дала Адаму, и он тоже ел. И затем их глаза открылись. И они увидели, что они были нагими. Выглядели они по-другому, чем это было ранее? Раввины говорят о том, что вокруг Адама и Ева была слава или свет, который ушел от них, когда они согрешили. И будь то правда или нет. Основная суть в том, что они узнали, что они теперь другие. Они по-другому теперь смотрели друг на друга. Что было нормально, когда они были без греха, теперь было не в порядке. И они чувствовали вину, чувствовали свою ноготу. Они чувствовали себя разоблаченными. И они сделали то, что им подсказывала совесть, они пытались это спрятать. И они как-то спрятались. Отлично. Отлично.